В Иванове началось строительство первой за последние 30 лет школы, а если быть точнее, пристройки гимназии номер 36 в московском микрорайоне. Корпус на 350 мест станет начальной школой. Трехэтажное здание с уже существующим соединят переходом. Работы в этом году профинансированы федеральным проектом «Жилье» с привлечением областного и городского бюджетов. Многие районы города испытывают просто нехватку. Дети не могут пойти в общеобразовательные учреждения. И много школ нуждаются в пристройках, потому что многие школы у нас без спортивных залов, без актовых залов. И это тоже создает проблемы. Образовательная услуга должна быть одинаковой для всех по всему городу. И мы надеемся, что с помощью национального проекта нам удастся решить эту проблему. На этот год запланирован монтаж основных конструкций. Сфайного фундамента, кирпичных стен, перекрытий и кровли. Однако на самом старте возникли трудности. Сваи, предусмотренные проектом, не встают в грунт. Ну, проблемы, да. Были проблемы. Мы эту проблему уже месяц обсуждаем. Но, надеюсь, как обещали, 15 числа эта проблема будет снята. И мы, наконец-то, приступим к полноценной работе. По графику идете? Ну, немножко срывается график в связи с тем, что действительно были проблемы по свайному полю. Ну, в проекте были ошибки-то. Но мы наверстаем, я думаю. Школа будет работать в одну смену с продленкой для первоклашек. Для самых маленьких все обещают сделать по последнему слову техники и санитарных норм. Эта пристройка будет соответствовать новым санитарным требованиям. Дело в том, что для первоклассников по новым санпинам необходима спальня, где ребята должны отдыхать после уроков, и игровая комната. Как раз в этой пристройке и будут эти помещения оборудованы. Также пристройка будет отличаться тем, что у нее будет свой собственный пищевой блок, столовая на 100 посадочных мест, планируется 12 учебных кабинетов, кабинет логопеда, дефектолога, психолога, будет два компьютерных класса, будет зал для занятий ребят во внеурочное время. Следующая на очереди школа в Суховке. В планах мэрии в этом году по согласованию с проявительством выйти на конкурсные процедуры и начать строительство. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Продолжение следует...